Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс. На прошлой неделе диаспора, то есть все страны, кроме Израиля, прочитали главу, которая называется Баалут Хам, третья недельная глава книги Бамидбар «Пустыня». И поскольку так у нас получилось, что мы сейчас идем уже по расписанию неизраильскому, вот из этой главы я подготовил вам первый параграф, параграф номер 8. Вот будем его разбирать. В нем немного слов, вот, и в целом, в принципе, текст понятен, но есть несколько интересных оборотов, на которые, я думаю, вы обратите внимание. Итак, Алиф, читаю вам я. И говорил Бог Моисею, говоря, я вам это тоже почитаю. Говори Аарону и скажи ему. Вот это слово, которое выделено на желтом фоне, Баалут Ха, конечно же, происходит от слова Оле. Оле значит «подниматься». Ставим Ов Ефиль, получаем «поднимать», то есть сделать так, чтобы что-то поднялось. «Ха-Алот» – это «поднимание», «ха» – это «ты», то есть при поднимании твоем, когда ты поднимаешь. Аналогичная форму мы встречаем в «Шма-Иссоэль», например, «бе-шох-беха-бе-умеха». Итак, при поднимании твоем буквально, в смысле при возжигании, «эт-ган-э-рот», светильников, «эль-муль», то есть напротив, «не-га-мен-ура», напротив «мен-уры», «семисвечника», «я-иру», «зажигайте» от слова «ор», «шиват-ан-э-рот», «семисвечник». «Храмовый», называемый «мен-ура», все примерно представляют, как она выглядела. В частности, мы это проходили не так давно, когда читали книгу «Шемот». Гимелл, очевидно, Анна, да? Прошу вас. Да. Так, «ва-я-ас кэн-агарон», «эль-муль-пней» амен-ура, «га-э-ла» нэ-ротэйга, «ка-шэр». Так, «а-шэр-цэ-ва-шэм» э-х-му-ше. Да. Так, и сделал так, аарон к лицевой стороне светильника, вознес, получается, лампады его, как повелел Всевышний Моисей. Да, да, верно, совершенно правильно. Да, спасибо. Так, Далит, Тимофей. Да. Давайте, Тимофей. Так, и вот как сделаешь... Да, вот оно, делание. Да, да, верно. Да, слово «микше», очевидно, означает «кованный», то есть не «летая», не «сборная», а именно «выкованная». «За-ав», да, из золота. Да, теперь слово «я-рэй-та», это предполагается основание ее, но «яр-каем» это еще и определенная часть как человека, так и, например, курицы. «Яр-каем-ов» это нижняя часть куриных ножек, лапок, да? По-моему, так, да? Есть «шокаем», это так называемый треугольник, есть «ер-каем», это нижняя часть. Вот имеется в виду основание «ад-пир-ха». Слово «перех», помните, Тимофей? Цветок. «Перех», цветок, да, «при-ха» – цветение, то есть до цветочков «ми-ша», и она выкована. Да, где цветочки на медаре, вы можете посмотреть на картинке. Дальше. «Кэ-мар-э». «Кэ-мар-э-шэр-ар-э». Так, так, помогите. По виду, правильно, да. «Мар-э» – это вид от слова «ро-э», да, которое «гир-а» – это «гив-иль» от «ра-а», показал. Так сделайте минору. Да, так сделайте минору. Да, совершенно верно. Да, хорошо, спасибо. Так, гей. Людмила. Людмила. Да, да. Так. «Ве-е-дабэр-ха-шэм-эль-муше-ле-мор». Кахет халви им халви им халви им митох бне Исраэль ве тихарта тихарта отам. И сказал всевышний муше так «возьми». Левитов. Левит. Имеется в виду левиты, то есть людей с коренной левием. Миктох. Левитов из среды сынов Израиля. И очисти. Да, буквально так. Очисти их. Догора – это, конечно, имеется в виду ритуальная чистота. То есть не просто помыть, да? Накормить, напоить и в бане выпарить. Так. Сайн. Натан, ты с нами? Стоит на тебя рассчитывать? Ну, Натан. Возможно, нам поможет. Но давайте пока я почитаю. Ве ко таасе лагем. Ле тагарам. Гадзе алейхем мей хатат. Ве виру таар аль коль бессарам. Ве хипсу вигдейхем. Ве ги те ару. Ве хо. И вот таким образом ты сделаешь им. Для того, чтобы очистить их. Что такое гиза? Это покропить. Покропить на них. Мей хатат. Это вода греха буквально. То есть вода, очищающая от грехов. И проведи. Что такое таар? Помните, не так давно нам встречалось это слово? Боритва. По всему телу их. То есть они должны быть обриты абсолютно везде. А то есть все волосы, где бы они ни росли. Ве хипсу. И пусть они постирают одежду их и очистятся. Чтобы вы знали, вот такая была процедура. То есть селевиты были не только пострижены наголо, но были обриты их брови, ресницы. И вообще весь волосы на покров на теле. Так. Хэт Анна, прошу вас. Так. Так. Велакху пар бен Бакар. Вымен хато солет лула бешимин. У пар шней бен Бакар. Тиках леха дат. Шиней. Правда? Да. Шиней, да. Да. Так. И возьмут быка. Бычка. Бычка. Да. Бычка сына коровы. И приношение. И приношение, значит, из муки, тонкой муки, минха солод. И смешанное с маслом. С маслом. И второго быка возьмешь в жертву греха очистительную. Да, совершенно верно. Хатат. Почему говорят пар бен Бакар? В принципе, слово пар уже означает детеныша крупного рогатого скота, потому что, например, гди, бен и зим, а может быть, гди, бен. То есть, слово гди означает детеныш мелкого рогатого скота. Это может быть из коз или из овец. Но пар он, в принципе, везде бен Бакар. Тем не менее, вот такое выражение встречается. Значит, одного для… Первого для чего взяли? Не написано вообще. Не написано. Второго взяли. Для хатат, для греха очистительной жертвы. Так. Понятно. Так. Тед, прошу вас. Тед, я. Конечно. Вы и крафта. Точно. Вы и крафта. И приблизь левитов пред шатром собрания и собери всю общину сыновей Израиля. Да. Спасибо. Так, первое, первое, в жертву, в сожжении, Ола, вот у Рашина. Ола. Это пишет Рашид. Да. В прямом тексте, вот я просто смесил, что этого нет. Угу, так. Ют, Людмила, да? А Евгений не читает, да? Евгений пока просил его не задействовать, да. Ну, я не читаю. Ну, я не читаю. В хикрифте... Икрафте. Хикрафте. Эт халвием. Лифне ашем. Весаму. Ху. Вне Исраэль. Идейхам. Аль. Аль. Халвием. И приблизь левитов к Богу. Бред Богом буквально, да. Самах – это значит абапри буквально, то есть самхут – это наделить полномочиями. И возложат сына Израиля. Эт едеем аль халви им. Как это слово по-русски сказать? Самах – это вообще-то опирать. Но в данном случае передавать полномочия, уполномочивать. Уполномочий сынов израильтян. И пусть уполномочат тогда, получается, сына Израиля. То есть возложат руки их, тем самым уполномочивая. То есть руками левитов. Нет. Кто возложил руки на кого? А вне Исраэль, то есть все остальные, которые не левиты, возложили руки на головы левитов. То есть обычно… Нет, тут речь идет вообще о левитах вообще. Нет, здесь я поняла. А потом благословляет народ коины. Это про коины. Это мы читаем отдельно. Но коины – часть левитов. Как это происходило, не знаю, потому что числа, количество мы можем прочитать. И, конечно, на Израиле было в десятки, в разы, как теперь говорят, больше, чем левитов. То есть на одного левита приходилось сколько-то из стоили. Может быть, 20. Как бы из… Ну, как слово забыл. Символически направить руку, но не знаю. Может быть и так, да. Наша задача – читать слова и понимать их значение. А комментарии вы можете найти и посмотреть. Сказали 20 человек на одного левита. Да, да, да. Конкурс 20 человек на левитах. В принципе, теоретически можно. Где-то поместятся, да. Так. Где мы читаем сейчас… Людмила почитала «Юд». Юд. Так. Юд Алиф теперь, да? Юд Алиф чей? Ну, может быть, Натан захочет. Попросим, Натан, да, если он… Если… Да, если можно – нет. Просто, ну, я сейчас полчаса говорил. У меня, честно говоря, сил нет. Дико извиняюсь за чисто человеческое объяснение. Мафия свидетель, кстати, что я не это самое. Да, было дело. Ну, было дело, да. Дело было. Да, понятно, понятно, понятно. Так. Давайте я возьму Юд Алиф. Ве-гей-ниф агарон – это вьим тнуфа левнеяшем. Мэтт на Исраэль. Ве-гаюм ла-авобн – это аводат а-ашем. Тнуфа – это буквально взмахивание. Да? То есть помахает Арон левитами. Помахивание перед Богом. И действительно, да, такое было, что Арон всех левитов, сколько они там были, да, по одному он поднимал, и не просто поднимал, а еще и помахать. Да? Да. Помахивание перед Богом от сынов Израиля. И будут работать, работу Всевышнего, будут служить службу, которая даст им Всевышний. Вот такая картина. Представьте в лицах. Так, прошу вас. Анна, Юд Бет. Так. Вэ-а-лэ-ви-им, тисмэху-эт-едэйгэм, аэрош-апа-гапарим, вэ-а-сэ-эт-аэхат-хатат, вэ-эт-аэхат-олла, лэ-ашэм, лэ-хапэр-эт-а-лэ-ви-им. Аль-галь-беки. Да, совершенно верно. А левиты возложат руки, ну, как поддержат руки на голову этих вот духов, коров, и принесут одного в жертву греко-ощистительную и одного в жертву в искупление лэ-хапэр, в жертву о-ла, и искупятся для искупления левитов. Левитов, да. То есть весь народ на левитов, а левиты на бочков. Да. Да, вот мы видим, откуда рашет. Да, отмечают комментаторы, что вот интересно, если про Коэнов были строгие требования, что какие там люди могут быть, служить, а какие не могут там всякие требования к их внешности. А левитов вроде как бы нет такого, то есть в принципе, когда человек не был, нет, не без разницы, кто он там, увечный, не увечный, там хромой какой-нибудь. Ну, я по этому поводу расскажу маленькую историю, которую я слышал в Колеле. Известный комментатор Торы и один из руководителей еврейского народа по фамилии Соловейчик. У них есть целая династия, и даже, можно сказать, несколько династий, потому что они как-то разделились. Так вот, он из левитов. И как-то он собрался, в чем заключалась служба левитов, да? Во-первых, помогать Коэнам, да, служить им, прислуживать, в частности, открывать и закрывать врата, то есть быть привратниками, да? Вот привратники, это имелось в виду не только они и ворот, но они и делают всю служебную работу. И, во-вторых, петь, да, то есть сопровождать песнопениями и игрой на музыкальных инструментах, да, служение в храме тогда, когда это было положено. И вот по фамилии Соловейчик, да, было решено, что, наверное, они из тех левитов, которые пели. И вот однажды он собрал свою семью, да, всех родственников, которых мог собрать, и решили они вместе что-то спеть. Но получилось не очень музыкально, так вот мне рассказывали. И тогда, значит, главный Соловейчик махнул рукой и сказал, хорошо, мы привратники. То есть, да, некий дефект, например, отсутствия музыкального слуха не делает левита негодным вообще к слуху, да, потому что открывать и закрывать ворота он может даже без голоса. А если, например, он хромает, и ему трудно открывать тяжелые стволки, то он вполне может петь, когда надо. Так что, есть такое. А если и то, и другое, то что? Вот. Хворостинки перебирать. Смотрите, какие-то были такие у них трюкнутые. Хотя фамилии, как бы, говорящие об обратном. Ну, смотрите, бывает, что фамилии даются как бы в насмешку, такое тоже бывает, ну, сложно сказать. Нет, смотрите, фамилии давались где-то примерно шесть поколений назад, а речь идет о сегодняшнем дне. Так что, возможно, накопились какие-то генетические сбои. Кто знает? Так тем более со времен храма. Со времен храма, да. Ну, фамилия, конечно, не со времен храм. Нет, я имею в виду... Ну, понятно, что это шутка. Да, ну, хотя, на самом деле, еврей знает, умеет он петь или не умеет он петь, поскольку Замирот все-таки петь приходится, да, на субботней трапезе. Вот, и тут уже не скроешь, есть у тебя слух, нет у тебя слуха. Вот так. Хорошо, хорошо. Дали Людмила, да? Подождите. Вперед, вперед, Юдалит. Юдгимиль, по-моему. Юдгимил, да? Да, Юдгимил, да. А, да. Да, пардон. Это поставить. Да. И поставишь левитов перед Аароном и перед сыновьями его, нафта, и назначишь их. Нет, ну, фа – это помахивание. Да. И помашешь ими помахивание для Бога, да? Окей. Хорошо. У нас была снова кнуфа в отношении частей жертвенной куши, да? Помните вы? Да. Грудина. Да, да, да. Так, хорошо. Да, да. Так оно и было. Это вам Людмила, да? Людмила, да. Людмила. Нет, Юдай. Юдалит. Да, Людмила. Все. Еще. Успелюсь. Где тут? А. Вэ... Вэ... Вэхивдалта... Эт... Алавиим митох... Опять. И отделишь левитов из среды сынов Израиля, и будут мне левитами. Да, да, верно. Так и есть. Так. Так, Евгений нас внимательно слушает. Если возникнет у него какой-то вопрос, пожалуйста, милости просим. Мы не закрываем возможность спрашивать. Как-то странно, будут мне левитами? То есть левитами? Будут мне левитами, да. Ну, имеется в виду, что левитами... Мне, будут мои местности левитами. Моими. Будут мои. Да, да, да. Так. Тет, бав. Вэ... 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 И после этого придут левиты, работать буквально шатер собрания, то есть собирать и разбирать его, и выполнять работу в нем, когда он функционирует, для жертвоприношений, и осветишь их, и взмахнешь ими взмахивание. Ну, вот такой дословный перевод получается. Так. Анна Атаджайн. Да. Так. Ну, тут два раза повторяется. Ибо отданы, отданы они мне. Да, совершенно верно. И ты, тут комментаторы пишут, что это, имеется в виду, намекают на две их обязанности. Ну, вот тогда, в пустыне. Они носили... Они играли на инструментах музыкальных, они не носили предметы, священные предметы, отданы. Вот. Да, да. А отданы они мне, от... Из среды, значит, на Исраэль, вместо... Изверзающего утробу первенца. Первенцев. Да. То есть, вместо первенцев, которые... Которые развязают утробу. Вот. Из сынов Израиля взял я и себе. Взял я их себе. Да. Коль-бахор, Петер, Коль-рехем. Каждый первенец, разверзающий всякую утробу. То есть, первородный сын. Да. Вот буквально в эту пятницу у нас в синагонии состоялся выкуп первенцев в возрасте, по-моему, 42 и 45 лет. Ну, что делать? Лучше поздно, чем никогда. Да, да. Ну, люди просто не знали, не обращали внимания, но надо дать им должное. Как только узнали они об этой необходимости, да, о том, что они должны это сделать и могут это сделать, вот этот выкуп состоялся. Так вот, первенец, первенцы, первенцы, да, из, как это сказать, изначально, да, были священнослужителями в семье, да, но здесь происходит, что замена первенцев левитами, да, то есть вместо Петрат, Кольреша, вместо тех, кто развертает эту трогу, да, взяты левиты. Почему выбраны именно левиты, я думаю, вы помните, да? Да, потому что издалопоклонства они не были подвержены, тем более после греха Золотого Тельца они тоже, кроме них, все остальные были так, иначе замешаны. В Египте они не стали... В Египте не участвовали, да, считается, что они сухранились для этого погода. Да, они занимались изучением Торы и по этой причине а, не были угнетаемы, но и б, не размножались сверхъестественным образом, да, ибо написано, по мере того, как их угнетали, они множились, они плодились, а левитов не угнетали, соответственно, плодились они вполне естественным приростом населения, а не супер, как другие. Верно. Получается, их стало относительно меньше, да? Да, левитов было меньше, чем 1,12 от всего числа. А скажите, пожалуйста, вот Хенавта Тенуфа пишет перевод по светиш. Ну, то есть, вот это промахивание какое-то, это... Да, это символическое действие, да. Но это не возложение рук, да? Нет, возложение рук, самах, рук, да, возложение рук. По сути, это другое что-то. От Тенуфа это буквально взмахивание. А что за взмахивание? Почему? Ну, вот представьте себе, как я могу взять, например, вот Сидором взмахнуть, так, Аарон, которому было к тому времени уже за 80, да, 83 как минимум, брал по одному всех левитов и взмахивал ими, да, вот такое объяснение. То есть, поднимал их, приподнимал их, отрывая от земли и ставил на место. То есть, это как бы ритуал посвящения, похожий, вот как при покупке, ну, поле тоже не поднимешь, да? Любую вещь. Утомительно всех лимитов. Что делать, да, Анатолий Сею семь дней подряд разбирать и собирать в одиночку весь ковчег тоже было непросто. Ну, вот, когда Северис не дает задания, он дает и силы. Это какое-то было, видимо, другое действие, не физически, что он... Нет, тут написано, вот, комментатор пишет, Медраж говорит, что Аарону были даны сверхъестественные силы, позволившие ему нечувствие усталости приподнять и опустить всех сынов лимитов. Не написано, что одновременно. Ну, как своих детей. А может, и одновременно. Своего ребенка есть привычка поднять на руки, он потом уже бывает слишком тяжелый, другого человека не поднимешь, а своего хочется поднять. Да, да, наверное, так стоят своя ноша. что же, да, верно, для него они были в общем близкими родственниками. Так, Тенуфа, да. Так, Юдзайн, да? У нас должен быть, по-моему, Тимофей, по-моему, да? Юдзайн? Нет. Тимофей? Нет, он был недавно. Так, ну, если была Людмила, Людмила, подождите-ка, я читала, после меня Тимофей, потом Людмила, все правильно, Тимофей. Так, что мы читаем? Да, я не разкупался. Юдзайн. Юдзайн. Переводим. Потому что мне всякий первенец из сыновей Израиля и человека и среди земли и среди скота в день побить из перебить. Что произошло с Тимофей? Победение. В день победения первенцев в земле египетской выделил их себе. Да, 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 совершенно верно. То есть по закону мне принадлежат все первенцы, но вам велено заменить первенцев левитами. Да. Вот теперь Юдхет Людмилу, да? Просим. Так, Юдхет Ваяках Эках Эт Халвиим Тахат Коль Бехор Бивны Исраэль И Дал Возьму Атахат И возьму Левитов Вместо Каждого первенца Сынов Исраэль Да, да, верно. Так, теперь я очевидно Юдхет Буквально Ядам Левитов Нетуним Переданными Вот я сейчас спрошу Натана Одно слово он может сказать Что такое Нетуним в современном виде? Данные Данные, да, то есть исходные данные Какая-то информация И здесь Вот это То же самое Нетуним Дейтабэс Это Басис Нетуним Басис Нетуним Да, верно. Беда Это Что Получается Переданы Аарону И сынов Ям Его Из Среды Сынов Израиля Ла А вот В данном случае Перейдем Чтобы Работать Работу Сыновей Израиля В Шатре Собрание То есть Здесь Говорится о том Что Работа Должна Совершаться Всеми Сыновья Сыновья Израиля Но Для Этой Работы Выделены Левиты Которые Их Представляют Которые Уполномочены Каким Образом Возложением Рук Да Беоль Маэт Улэхапер И искупать Сынов Израиля И не Будет Бивней Израиль Среди Сынов Израиля Внимание Вот это Слово Негеф Получило Два года Новое звучание Что такое Негеф Это Пандемия Магефа Это Эпидемия И Негеф Однокоренные Слова Здесь Не будет Вот Словарь дал Хорошее Русское Слово Смотрите Пожалуйста Мор Мор Да Не будет Мора Бе Гешет Что такое Ла Гешет Это Приближаться Приступать При приближении Сынов Израиля К Святому Сыновья Израиля Которые Не левиты Не имели Права Приступать К священному Служению Поскольку Эта функция Была делегирована Левитам Вот Каф Кто имеет Извините Можно Я опять Стремлюсь Да Да Конечно Значит Сыны Моше И Аарона Это Коэна Правильно Это Коэна Да Но Они все Все равно Колено Левитов Колено Левитов Совершенно Я То есть Почему Сыны Моше Только Сыны Сыны Аарона То есть Все остальные Из колена Левитов Будут им Прислужить Прислужение Храма Так В предыдущих В предыдущих Главах Сказано Что было Три семьи У Левитов Три семьи Каждым из них Дали свою роль Одна должна была Носить На определенной части Предметов Каждая из них Это Кроме Три семьи Кроме Семья Аарона Там всего Три человека Было На тот момент Аарон Моше Двое Оставшихся Из четырех А Моше Вообще Моше Был Левитов Ну у него Не было Таких Функций Да Да Есть Комментарии Ну смотрите При Освещении Храма Он выполнял Функцию Коэна Но это было Скажем Единоразово А В дальнейшем Да Его потомство Ничем не выделяло Среди Левитов То есть Как все Сейчас Да Да Есть сейчас Люди Которые Ведут свое Происхождение От Аарона А не Коэна Есть люди Левиты Которые Сыновья Леви Но не Потомки Аарона Есть например Потомки Царя Давида Они помнят Это Происхождение Да Но нет Особо Выделенных Потомков Именно Моисея Да Ну Ладно Там была Не очень почетная история Но мы Сейчас не об этом говорим Так Так Слово Негев Да Мы сказали Да Каф Наверное Анна Да Да И поступили Моше Аарон и вся община сынов Израиля с левитами, как повелел Всевышний Моше для левитов, так сделали для них сыны Израиля. Да, послушались. Верно, спасибо. Каф-Алев, Тимофей. Переводим. Вот этого слова, конечно же, происходит от слова «хэт» – грех. Но даже слова современные дают значение, посмотрите, Анна, точно, очищение греха. Ага, понятно. В данном случае мы ставим корень «хэт» – грех в «ит» по «эль» и получается противоположное. Да, да, да. Отгрешаться, да? Да, и отгрешились левиты, и вымыли одежды свои, и взмахнул Аарон ими, взмахиванием перед Всевышним, и Капер выкупил. Да, искупил, да. Искупил на них Аарон для очищения. Аарон, да, для очищения их, да. Да, спасибо. Так, Людмила Капет. Извините, а вот как это… Получается, что в Египте Аарон и Моше жили среди левитов, получается, не были рабами и пришли просить за весь народ. Ну вот, как что, представить физически, да, получается так? Да. Именно потому, что они не были рабовщины и были свободными людьми, могли свободно перемещаться, да, вот они, и, собственно… Ну, смотри, а там отдельная история. Воспитан как сын фараона и, естественно, имел свободный доступ, поговорец. Но есть интересные миграши, как это все происходило, можно почитать и представить себя в лицах. Да? Пожалуйста, Вахар. Вахаре хэн бау, как ударение, бау. Бау. Бау, бау, это. И после этого пришли левиты. Работать на их работах в шатре откровения перед Аароном и перед его сыновьями. Да, и еще у вас есть кусочки, где читайте. А, ка шерцев а ашем эт маше аль агалвим кэн асулахэм. И, так, когда приказал, а как, наверное, да? Как приказал, да. Как приказал Всевышний, маше о левитах, так сделали… Сделали им. А делали им буквально. Да. Да, да, я не знаю. Как гимал читаю Явэй, дабэр ашем эль мше льмо и сказал Бог Моисею, так. ЗОТ АШЕР ВАЛВИИМ МИ БЕНХАМЕШ ВАЙСЛИМ ШАНА ВАМАЛА ЯВО ЛИЦВО ЦАВА БААВУДДАТ ОВЕЛ МОЭД. Вот зод этого, да, которое к левитам, к левитам, да, вот что относительно левитов. От БЕНХАМЕШ ВАЙСЛИМ, от возраста 25 лет в мало и выше, то есть 25-летнего возраста, начиная, придет служить службу. ЦАВА, как мы знаем, это армия, да, ЛИЦВО – это служить в армии, да. То есть здесь работа левитов, их служение уподоблено армии. В работе шатра собрания. Так, КАВ ГЕЙ, ну, пожалуй, мы сегодня дочитаем до конца Анна и Тимофей. Вам осталось по фразе. КАВ ГЕЙ, Анна? Так, УМИ БЕНХАМЕШИМ ШАНА, ЯШУВА, МИЦЕВА, АВОДА, ОЛО, ЯАВОД, ОДА. А с 50 лет буквально вернется, отвернется от службы священной работы, и более не работает. Правильно. То есть физическую работу он выполнять уже не будет, но может быть задействован, например, в обучении молодых левитов. Заметьте, что до 25-летнего возраста левит изучал законы работы, чтобы, не дай Бог, не нарушить. Дело здесь не только в технике безопасности, но и в том, что левиты представляли весь еврейский народ, и ошибка в служении могла привести к последствиям плачевным для всего народа. Так, и не будет работать. Далее имеется в виду физическая работа, но работа по обучению могла вестись. КАВ ВАВ, Тимофей? КАВ ВАВ. Служение братьев его в шатре собрания. Служение братьям, да. То есть он будет служить братьев в шатре собрания. Лишмур мишмерет. Сохранять служение опять. Мишмерет в современном времени – это смена работы. Мишмерет Лайло, например, мишмерет Бокер. Сохранять смену и работу. А, вы а вот так, но я вот… И работу не буду делать. Так сделаешь левитам в их обязанностях. Мишмерет там, в их смены. Да, 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 совершенно верно. Ну что ж, мы кончили даже сегодня раньше времени. Ну, смотрите, я не приготовил никаких других текстов. Давайте, наверное, сегодня пораньше закончим. Можно еще спросить? Конечно, даже… Рассказали в Медрашах. Где в Медрашах? Где это найти? Я вам советую найти в гугле книжку Рав Вейсман. Или Вейсман? Может, Вейсман? Да, Медраш рассказывает. Вот название точно помню. Медраш рассказывает. Я знаю, да, такую книжку, как я думала, может быть, что-то конкретное еще как-то. Там же вроде, ну, из разных Медрашей понемножку, да? А вообще, вот где все эти Медраши изначально были? А, смотрите, Медраш – это часть того, какая часть? Повествователь, да? В свое время очень большую работу проделали Бялик и Равницкий. Бялик – это тот самый, да? Они вытащили все Медраши из Талмуда и изложили их, ну, то есть пересказали их современным им, ивритам, то есть перевели с арамейского языка на иврит, да? Потому что, ну, вообще, на самом деле, Медраш, он скорее относится к части Мишны, и в большей части он написан на иврите, то есть это не совсем арамейский, но иврит с большим количеством арамейских вставок, да, заимствований. Вот, они изложили его на иврите, значит, идея была в том, что, как полагал Бялик, который сам имел очень хорошее талмудическое образование, вот, он видел, что происходит вокруг, и действительно реально опасался, что через поколение уже не будет людей, изучающих талмуд. Но поскольку сам он, в общем-то, занимался внедрением в массы ивритской культуры, иврита, он полагал, что евреи все-таки иврит как язык сохранят. И вот будет возможность им хотя бы по их произведению, Бялика и Равницкого, да, знать, какое замечательное произведение представляет собой талмуд, да. Вот, ну... Библиотеки Алия в свое время вышла в русском переводе, эта книжка, я помню, моя печаль. Книжка замечательная, называется Агада, можно ее найти, да. Просто Агада? Библиотека Алия? Не слышу? Агада просто называется книжка такая. Да, Агада, сборник Медрошит, да. А Библиотека Алия – это издательство такое, да? Это издательство. Я не знаю, существует ли оно сейчас, но в свое время она выпускала лет 20, даже больше назад. Есть некая книжка, называется Агада, на русском языке, там действительно довольно большое количество Медрошей собрано. Я, правда, не знаю. Да, так и есть, так и есть. На самом деле... Мне не нравится перевод, там у них что-то почему-то с уклонов только он славянский, при этом еще все имена на греческий, вот в греческой драм-крипции переведены. Да, то есть, может, это Моисея – это полпитые, но... И другие имена... Слушай, это было переведено, я думаю, на русский язык где-то лет больше 35, потому что бытность в России, я помню, что мы подпольные ее, я самолично ее печатал. Поэтому перевода, наверное, лет уже около 40, так что... Да, наверное. Ну, написано, что начало 90-х годов, что-то так у меня належит. Нет, даже раньше, не 90-х, я думаю, раньше. Раньше, раньше. Раньше. Раньше, раз Натану ее встречал в России, то раньше. В том-то и дело, я уехал оттуда в 87-м. А вот еще получается, что... Что Мишнаны на нашу на кодыш, то есть это язык Мишны, Гмара, тоже слушал... Гмара больше на арамейском, да. Ну, вот, чуть-чуть слушала какие-то уроки, я не поняла, там просто тоже вставки Гмаре, да, вот, арамейские? То есть там не написано... Гмара в основном написано на арамейском языке. Вот. Если какие-то части, да. Но Мишна, это так называемый Лошон Мишна, он отличается по составу слов от сегодняшнего иврита. Сегодня современный, так называемый, современный иврит берет словарный запас больше из танохического иврита, а вот грамматику, то есть построение фраз из Мишнаитского, там гораздо проще, потому что, вот, возьмите, например, какую-нибудь фразу из Торы, да, переведите ее на русский язык, закройте и попробуйте перевести обратно. У вас получится что-то типа современного иврита, да. Например, «Вайдабер Ашем Эль Муше», мы скажем просто «Гашем Амар Ле Муше», верно? Вот это уже грамматика современная, она больше соответствует грамматике мишнаитской. Людмила, есть цикл уроков у Трафлиягу, несколько лет назад провел цикл уроков по Мишне, первый трактат. Проход, да, 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 мы разобрали. Очень классные уроки, так что, может, я кинула ссылку в этот самый, в группу. А вот, получается, бароход, просто я немножко слушала Ури Гершович, вот, как бы смотрела, и еще я раньше ходила немножко на уроки арамейского, вот, и получается, трактат бароход, он вот прям чисто на арамейском, или все-таки что-то я... Нет, там иврития. Мишна, это иврития, мишна, конечно, иврития. Мишна, а вот геморрага. А геморрага, геморрага арамейский, да. А геморрага уже другая, собственно, темы. То есть это прям основной текст на арамейском, да? Я вот чуть мне показала, что читала. Да, да, да. Во-первых, я вклеил в чат, поскольку на российском пространстве до сих пор все совершенно то, что называется, порутся, взломано, и никаких копирайтов нет, практически все существует для скачения. Вот, пожалуйста, вторая ссылка, это просто... Там обложка, это 100% этого, о чем мы говорили. А первое, первое, это «Хасидус.рум». Там немножко другая, но тоже написано «Биалик», посмотрите. И второе замечание, у нас через короткое время начнутся занятия Урия Гершовича, который в свете, ну, неважно, в свете или не в свете, но, в самом деле, мы довольствуемся тем, что он рады, скажем там, что он вернулся на историческую родину и возобновляет свои занятия здесь. И мы, соответственно, будем в рамках Телемот проводить его занятия по Талмону. Следите за нашими объединениями. Спасибо. Следите за рекламой. А вы же сказали, какое название книжку вы сбросили «Биалико»? Нажмите, то, что мы говорили. Пройдите, пройдите по ссылке. Не знаю, у нас вообще-то сейчас довольно строго стало с копирайтом, именно по части фильмов, там, и все, поэтому, может, еврейские... Смотри, нажми, и все стоит. Люди сделали из этого пидео. 100% они не получали разрешение для тех или... Я думаю, не знаю, но... Потому что, вообще-то, у нас сейчас срок сейчас не стало. Да, смотри, «Хасидус.ру» известен тем, что, в общем, Ицхак во имя «Благой идеи», он, в общем, у всех брал и выставлял в интернете на протяжении десятилетий. Так что никого не... Ну да, там все стоит. Ну и вот, я в Крыму. Ну, хорошо. Пользуйтесь. Скажи-ка, а «Хасидус» — это Ицхак, это Ройтин, да, по-моему? Да. Да. Ну, «Захуто» — это «Бог» 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 — это «Бог». Такой замечательный человек, зовут его Абраша Вершубский. Он в Фейсбуке выставляет сейчас десятки фотографий из архива человека, который был на теле, ответственным за всю деятельность как раз в наше, кире, мое время. Десятки фотографий уже 35-летней давности, плюс людей, которые как бы вокруг нас. Часть из них я не знаю, но часть из них знаю очень хорошо, очень забавно смотреть на людей вообще. Они, видимо, отчитывают. Посмотрите в Фейсбуке Абраша Вершубский. Я VPN-ом не помню. Он называется Абраша Вершубский. Людмила, мы с Людмилой в России, а мы в Фейсбуке, а ты за нас не даешь. А, окей. Ну, тогда для общих сведений. Действительно. Можно как-то? Мне просто, честно говоря, я рада, что нет соцсетей, потому что это много занимает очень времени у Иосифа, и я очень рада, что есть. Нет проблем, нет проблем. Абраша как называют, как зовут? Абраша Вершубский. Ну, не знаю, сейчас давайте закончим запись. Спасибо. Спасибо.